МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Маршрут малышкам был знаком, однако сёстры заблудились. Сначала местные искали их своими силами, однако быстро наступающая ночь не оставляла шансов. К поискам подключились все оперативные службы. Спасатели, милиция, военные, сотрудники лесхоза и сотни волонтёров. Люди съезжались со всей области. Отрабатывались близлежащие населённые пункты, лес, поля, милиративные каналы, железнодорожные пути, береговая линия реки Свислочь. И в три часа ночи, наконец, поиски увенчались успехом. Обе девочки были найдены в лесу в двух с половиной километрах от своей деревни. С диагнозом «общее переохлаждение» обеих экстренно увезли в больницу. Сейчас жизни малышек ничего не угрожает. Как ты себя чувствуешь? Нормально? В сводках на днях фигурировал ещё один несовершеннолетний. Школьник напал с ножом на кассира одного из магазинов «Орши». Две минуты понадобится экипажу департамента охраны, чтобы найти юного разбойника и 450 похищенных им рублей заодно. Подростку всего 14, и это значит, что перед законом ответить придётся по всей строгости. Возбуждено уголовное дело. Причины недетского поступка устанавливаются. А в Слонимскую милицию сообщат об угоне машины. План перехват введут сразу в трёх районах. Угнанный форт сотрудники обнаружат в Зельвинском районе. Но машина вдруг стремительно полетела на милиционеров. Было принято решение об использовании оружия. Выстрелом было повреждено колесо. После этого водитель был задержан. Пострадавших нет. Угон совершил 31-летний, ранее неоднократно судимый, житель Дятловского района. Он воспользовался оставленным замке зажигания плечом. Медицинское свидетельствование показало без малого четырёхкратное превышение допустимой нормы алкоголя в организме. Уголовное дело возбуждено за угон. Пока жена грызла гранит науки, он фаршировал город наркотиками. С поличным в Витебске возьмут очередного закладчика психотропов. Пара приедет из столицы. Девушка училась в Витебском университете. Муж парню всего 21, тоже время зря не терял. Приторговывал наркотиками. Задержан с поличным. Возбуждено уголовное дело. Накануне задержания фигурант забрал более 300 граммов психотропного вещества в тайнике, который располагался в лесопарковой зоне Витебской области. Разделил партию наркотиков на мелкие части и успел разложить 150 граммов по тайникам. По месту жительства подозреваемого обнаружено еще 150 граммов синтетического наркотика, а также упаковочный материал и весы. Завершено расследование уголовного дела в отношении сразу трех закладчиков и в Могилеве. Осенью прошлого года 15-летняя девочка, выгуливая собаку, обратит внимание на подозрительных мужчин, которые что-то прятали. Школьница позвонит в милицию. У одного из задержанных найдут психотроп. Аналогичные свертки обнаружат и в тайниках, и у подельника, и у его девушки. Тоже подрабатывала закладчицей. Все это незаконный оборот наркотиков в крупном размере в составе организованной группы. Прятать товар продолжают и перевозчики. Таможенный контроль. Новые факты и нарушения закона. В Козловичах польский перевозчик предоставит подложные документы на партию бэушных автозапчастей стоимостью 50 тысяч рублей. По факту же цена была занижена в три раза. Забудет дописать в сопроводительных документах около тысячи единиц запчастей для сельскохозяйственной и уборочной техники и литовский перевозчик в каменном логе. Вердикт таможенников аналогичен. Штраф до 30% от реальной стоимости нелегального груза. И пока к главному празднику весны все скупали тюльпаны, две дамы в Реческом районе устроили бизнес по-черному. Воровали и продавали искусственные цветы с могил. Схема вскроется, когда в местную милицию один за другим начнут поступать аналогичные звонки о пропажах. Чтобы с поличным взять расхитительниц гробниц, оперативники несколько ночей проведут на кладбище. Женщины задержаны. В отношении могильных цветочниц возбуждено уголовное дело. Это все на сегодня. Хорошего дня. Будьте бдительны и берегите себя.